Михаил Иванович Строителев в свои неполные сто лет встречает нас выправкой настоящего солдата-победителя. Сержант-артиллерист гаубичной батареи участвовал в Сталинградской битве, был тяжело ранен, но сумел вернуться в строй к своим бойцам и закончил войну на берегу Эльбы, откуда взламывал оборону Берлина. После войны всю жизнь проработал учителем в сельской школе, но до сих пор считает, что главное в его жизни – Великая Победа. Это утро на южной окраине Берлина он запомнил навсегда. И танкеисты, и артиллеристы, пиротинцы и так далее – все вели огонь в воздух. Приветствую победу. Самое трудное сражение для него лично – битва за Сталинград. Ветеран вспоминает, как шли уличные бои, переправу через Волгу, окружение армии Паулюса, капитуляцию врага и тяжелое боевое ранение. Мой пулеметчик крикнул, сержант, помоги мне, ноги оторвал, что-то в этом духе. Я в попыхах, не думая ни о чем, стал преподаваться и разворачиваться к нему. И в это время меня ранило. Я помню, только мне как будто бы ударили по спине, и я сразу потерял сознание. О том, что было дальше, сержант Строителев узнал от своих однополчан. Когда после боя похоронная бригада начала сносить тела к братской могиле, один из его артиллеристов заметил среди убитых Михаила Строителева. Снял пилотку в знак скорби и случайно заметил, как тот вдруг шевельнул рукой. Старший лейтенант закричал на санитары, которые подбирали раненых, убитых. И говорит, что он же живой. Артиллериста тут же отправили в медсанбат, а потом в госпиталь. А в семью полетело сообщение, что сержант Михаил Строителев пропал без вести. Пришло извещение, что он пропал без вести. Но бабушка, мать его, как бы не верила. Но пропал без вести. Всегда есть надежда, что еще он жив. И вот в деревне там какая-то гадалка, все к ней ходили. И она вроде как бы кому говорила, кто жив, кто нет. И решила бабушка, говорит, и я решила пойти. Но ведь хочется надеяться, что он жив. Пришла к ней, она ему говорит, не волнуйся, скоро письмо придет, он жив. И на самом деле так произошло. Письмо пришло уже из госпиталя, хоть и написанное рукой медсестры. После победы он служил в Советской армии до 1947 года. Потом демобилизовался, выучился и стал учительствовать. В июне ему исполнится 100 лет. Несмотря на тяжести войны и на тяжести гражданской жизни, Михаил Иванович Строителев любит эту жизнь, ради которой воевал со смертью. Юлия Парунова, Игорь Гангаев. Наши новости. Юлия Парунова, Игорь Гангаев.